Олег Иванович, давайте сегодня о чем поговорим. Я вижу, вы уже переходите на Росбух. У вас, да, конспект. Раньше были такие разорванные бумаги. Решил синтематизировать и стандартизировать. Совершенно верно. Потом и книжку написать, и издать. Так, издателя, кстати говоря, Олег Иванович, если будет издатель, пожалуйста. Олег Иванович, значит, последние события на фронте, там кипит, я так понимаю, там идет. Полноценное, полномасштабное наступление российских войск. У нас к этому, ну скажем так, внимания уделяем немного. Может это и правильно, с информационно-психологической точки зрения. Но тем не менее, что потом не было неожиданным, что мы там Маринку оставляем. Вчера на пресс-конференции главком Залужный сказал, что возможно через 2-3 месяца и придется оставить Авдеевку. Для нас главное, что? Сохранить боеспособность армии, сохранить живую силу, а не любой ценой удерживать тот или иной укрепрайон. Ну и какие перспективы на фронте, учитывая то, что пока помощь к нам запаздывает, откладывается, и военная, и финансовая, и с МОБ-ресурсом тоже куча проблем. Поэтому Россия будет переть, думаю, будет переть. Ну, ваше мнение экспертное тут будет интереснее, так, послушать ваше мнение. Второй момент хочу, в вашем лице, ну вы правда военный контрразведчик, но сегодня день контрразведки Украины. Поэтому поздравим всех, кто причастен к этому дню. Работаем дальше, контрразведчики, есть над чем работать. Это два. И в-третьих, начнем все-таки с, я сказал, пресс-конференции, но это скорее брифинг. Главкома Залужного. И что интересно, начальника генерального штаба, генерала Шапталы. Все как-то больше цитировали и показывали Залужного, но там был начальник генерального штаба Шапталы. Давайте я скажу свою версию. Может даже с конспирологической какой-то составляющей, компонентной. Вы уже будете опровергать, либо уточнять, либо аргументировать. Мне кажется, вчерашняя конференция, брифинг Залужного, это был не столько про мобилизацию, сколько про политические перспективы военных и генералов. Почему я так считаю? Первое, потому что политики, я не буду сейчас сконкретизировать, а обобщу политики, хотели переложить ответственность за мобилизацию будущую, и уже непопулярную, как мы понимаем, на военных, на армию, на главкома. Переложить ответственность и за неудачи на фронте, тоже на военных. Об этом было прямо сказано в информации, которая была озвучена вчера, что слугам народа рекомендовали не комментировать вот этот злосчастный, контроверсийный, скажем так, антигражданский, что антиправовой закон о мобилизации. Пусть это делают военные. Обращайтесь к главкому. И пусть они объясняются, пусть они оправдываются, пусть они несут ответственность и так далее. И тут же, буквально, в этот же день, главком делает большую пресс-конференцию, отвечает на вопросы, в зале сидели журналисты. Это уже не просто где-то поймали, это публичная акция или факт главкома и начальника генерального штамма. А они ответили на многие вопросы. Кстати говоря, многие положения закона о мобилизации подвергли сомнению, как и цифру в 500 тысяч новобранцев или мобилизованных. Но там еще один момент был очень важный. То есть это был осознанный политический ответ, политический, не исключительно военный, а политический ответ на политические претензии политиков, некоторых политиков. По отношению к главкому и военным целом. Но там еще один момент был. Главком заложенный говорил о том, что он надеется, что этот мобилизационный ресурс и армия новая, она возникнет к 25-му году. Возможно, я не так понял, но вы тогда уточните. И почему 25-й год? Я не думаю, что главком считает, что до 25-го года или в 25-м году будет идти война. Не думаю. Кто говорит о долгой войне, тот просто пока еще либо живет в инерции какой-то, там, тактической, либо просто, ну, скажем так, не хочет признать очевидное. Ну, может, так я скажу. А вот, мне кажется, заложенный уже считает, что надо готовить новую армию к 25-му и так далее. Во главе с военными. Тем более, что мы видим сейчас политика, политическая жизнь в Украине пришла в движение. Уже и Тимошенко заявление сделала по закону, так, и Порошенко в активности, и военной активности. Поэтому я считаю, что помимо того, что на вчерашнем брифинге или пресс-конференции говорилось о каких-то ключевых, неприемлемых или приемлемых положениях законопроекта по мобилизации или о мобилизации, тем не менее, вчера это был осознанный политический шаг военных с претензией на, ну, скажем так, влияние, мягко скажу, на украинскую политику уже в ситуации пата в войне или там обороны и подготовки к каким-то будущим. Не на 24-й год, а на 25-й, 26-й год будущих вооруженных сил Украины. Вам слово. Извините за такой прологный, я должен быть, рамку выписать от своего видения, понимания. Я хочу поздравить своих коллег с Днем контрразведки. День департамента, Департамент контрразведки и входит в состав Службы безопасности Украины, как и Департамент военной контрразведки. Это, в принципе, работаем все в одной сфере и, в принципе, решали все одни задачи. Это особо-то не разделялось. Это очень хорошо, потому что в этот день как раз он был создан. Это первое. Второе. Само по себе, вы правильно отметили, что это был больше политический шаг, чем военный. Даже не военно-политический, а политика военная, вот так называемая, политика военная. Почему? Потому что генерал Залужный, выступая на данном бритфинге, он показал прежде, первое, что он профессионал высшего уровня. В военном деле или в политическом деле? В военно-политическом. В военно-политическом. Не политико-военным, а военно-политическом. Почему? У него не было слов, я проконсультируюсь, я что-то узнаю, я вот это не знаю, я вот где-то прочитаю, как делают в большинстве нынешней власти. А он говорит на конкретные вопросы, он отвечал четко, со знанием предмета и показал, что в руководство вооруженных сил Украины стоят профессионалы и народ Украины может гордиться этими генералами. Это первое. Второе. Он показал высокую воинскую дисциплину. Всегда знаете, когда смотришь на политику, особенно на восточную политику или на военных, есть очень много таких деталей, которые знает только военный. Вот когда журналист задал первый вопрос, генерал Залужный обратился к министру обороны и спросил, решите, отвечайте, то есть решите говорить. Это о чем говорит? Он признает, что военные подчиняются политикам, гражданским. Это показывает, что военные не подчиняются. Нет, военные подчиняются политикам. И политическая власть является высшей, а военные ее подчиняются как демократичный цивильный контроль. Это второе. Третье. Естественно, рядом, вы правильно отметили, стоял начальник генерального штаба. Это тоже было показано о том, что за генералом Залужным он говорит не как генерал, не как главком, а он говорит от имени вооруженных сил. За ним стоят все вооруженные силы Украины. То есть за ним стоят силы. Его мозговой центр. Да, генштаб это мозговой центр. И за ним это то, что разрабатывается в генштабе, оно утверждается, естественно, главком и генштабом. Поэтому здесь это показано, что политикам не удастся внести раскол, отдельным политикам или очень умным политикам, не удастся внести раскол в воюющей стране между генералитетом. Это третье. Четвертое, очень важный элемент, о том, что каждое слово носило информационную нагрузку. То есть не было лишних слов. Было там некоторые. Каждое слово носило информационную нагрузку. Каждое слово он вкладывал смысл. И журналистов, он в пресс-конференции где-то 35-40 минут. У Жанесов не было никаких вопросов. В принципе, он на все, что их интересовало, он ответил. Первое, в принципе, он сказал то, что мы на ваших передачах все время об этом говорим, да, на Стариковской средах. О том, что за мобилизацию отвечает государство, а вооруженные силы ведут боевые действия. Какой вы дадите мобилизационный ресурс, такой будет в вооруженных силах. О том, что армия не может быть лучше, чем государство. Вот какое государство, такая и армия. Следующее. Показал, что у нас есть, я не знаю, вам слово элита не нравится, но еще раз повторяю. Показал, что элита, военная элита, которая имеет… Эстеблишмент можно? Военный эстеблишмент. Я говорю, вот не нравится, но я военный эстеблишмент, о том, что их знание, умение, профессионализм основан на военной науке, на профессионализме, на личном опыте, за которыми стоят, может быть, и некоторые неудачи. Но он, они уверены, то есть знания за ним стоят. Можно я так поставлю вопрос? Военный эстеблишмент, но будущая политическая элита. Может быть. Может быть, когда вообще-то в западном мире, вот в западе, да, там есть, там подписывают контракты, там пять лет, там подписывают, и в итоге, в принципе, кто закончил соответствующий или в эспоинт, ну, мы, в принципе, Америку все время, Штаты берем как пример, закончил контракт, сразу, что может он идти в политику. Ну, Помпео, да, выпускник, он капитан, и закончил в эспоинт, а потом с госсекретарем. Сейчас у нас... Главой ЦРУ, а потом уже... Да, ну, естественно, ЦРУ, а потом, а сейчас уже у нас будет в Киевстаре, там, заниматься уже бизнесом. Вы правильно говорите, когда заканчивается военная карьера, естественно, начинается политическая. Ну, это американский подход, вертящийся двери. Из чиновников, бизнесмены, из военных политиков, из политиков, бизнесмены. Это американский подход такой. Так оно и должно быть, потому что, да, с одной стороны, сектор обороны, если брать в масштабе страны, это, ну, максимум 5-10%, если брать в масштабах страны. Но знания, которые накопили военные, государство без них не может. И без тех умений, которые есть у военнослужащих, у офицеров, у младших офицеров, у старших офицеров, у высших офицеров, государство не может. Дисциплина, исполнительность, уважение к старшим, уважение к старшим, он ведь это и показывает. Следующее, эмоциональный интеллект. Может, опять некоторые политические, околополитические округи думали, что после вот этих заявлений отдельных политиков, вызывания его на какой-то конфликт, он на это неправильно не отвечал, потому что это не его дело. Он отвечает за свой сектор, за тот сектор, который по функционалу. И вообще ввязываться в дискуссию с нардепами, это не его уровень. Это ниже достоинства генерала. И еще раз, и показал, что пора уже заканчивать. Валера, Вера, Валя, Петя. У нас нет этого. У нас есть или пан генерал, или генерал такой-то, или по имени-отчеству. Пан народный депутат. Да, и то, по имени-отчеству, это в кругу. Опять же, берем американское обращение. Вы же видите, американские фирмы, они говорят, генерал, да? Генерал, это у них, ну, это не то, что, э, полковник, генерал, это не так, это у нас было. Есть товарищ полковник, полковник или эй, полковник, это еще было до недавнего времени. Это как называли, разное звание, да? Эй, эй, полковник, у нас уже... Потому что не было военного стеближа, военной элиты не было. Вот, вот она, наконец-то, наконец-то, вот вы же говорите, 25-й год, новая армия. И вот с этого все, это началось, генерал Залужный войдет в историю Украины, он будет написан золотыми буквами, как тот, который начал, при нем началось создаваться военный стеближ, началось создаваться новые вооруженные силы, которые взяли все лучшее, все лучшее, и будут брать все лучшее, да, потери. Но армия не становится лучше, если она не воюет. Ну тогда вот, раз уже вы так, ну, похвально, не хвалите, я говорю, похвально. Нет, я говорю про функцию. Еще раз говорю, я про функцию. Будет там кто-то другой, если он будет избран, то есть будет назначен в соответствии со всеми процедурами, которые есть, на 48 месяцев, и когда человек этот будет назначен, я буду так же само его защищать. Почему? Потому что он назначен политическим руководством, который избранный народом Украины, и данный генерал служит народове Украины, отдавая присягу, когда поступая на воинскую службу во время, ну, военном учреждении. Хорошо, а вот что Габарит сказал к этому вопросу, я не планировал задать этот вопрос, он такой контроверсийный, но вот Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о том, что вот сейчас уже украинские военные, которым, кстати, очень уважительно тоже относятся, готовы, уже подталкивают Зеленского к переговорам, так, это я не случайно, то есть не специально говорился, случайно, подталкивают переговорам, потому что они понимают возможности вооруженных сил, хотят сберечь армию, хотят режима прекращения огня, если это возможности, поэтому можно, дескать, начинать уже и какие-то переговорные контакты, именно не с политическим руководством, которое, ну, скажем, может быть, не осознает до конца необходимость того, что надо все-таки армию сберечь, сохранить, особенно ядро, костяк, а не дальше, чтобы это в топке войны или в топке отступлений терялось, как здесь быть? Ну, опять же, это военный, еще раз говорю, военный сами по себе от политики далеко, ну, вы же, отвечая, вы же задали мне вопрос, да, сначала военный, потом становится политика, но я, насколько сейчас вижу, что мысли о том, что перейти в политику, даже не приходят в самом кошмарном сне, почему? Потому что то, что происходит и то, что висит сейчас на главкоме, начальнике генштаба, на низших командиров, ну, имеется в виду по должностям, это не входит никакие, у них забита, у них голова, я не знаю, я понимаю, но если будет запрос общества, смотрите, армия, армия самых популярных, вооруженные силы Украины, самый популярный институт общества и государства, и наибольший уровень доверия общества среди всех социальных институций и государственных институций, это вооруженные силы Украины, сборные силы Украины, запрос, запрос, а запрос общества? Я так поставлю, что опять мы должны возвращать этих политиков, которые были до войны, и которые опять рвутся в власть, опять возвращать их в послевоенный период, который сложный будет в Украине, и которые так и не стали элитой по-настоящему. Да, это избранные политики, кто-то популярнее, кто-то менее популярный. Но элитой, государствообразующей элитой, они так и не стали. Поэтому мы пожинаем сегодня плоды этого состояния. Может быть, военный стеблишмент может стать государствообразующей элитой, системообразующей элитой. Я не говорю, что они должны быть военными, но перековавшись, переплавившись в политиков, они могут стать вот этой государствообразующей группой. Тем более, у них нет связи с бизнесом, у них нет практики олигархи, олигархического капитализма, неонелиберального, сырьевого, какого угодно. Это люди государевые. При всех к ним претензиям и при всех их недостатках, военный не может не быть государственником. Человек в погонах, он есть по определению государственно образующий человек. Он государственно ориентированный человек. Потому что у него погоны, у него мундир, на нем китель, на нем форма. Форма – это же государство, это же символ государственности. А что мы сделаем? Мы даже прокуроров забрали, прокуроров забрали форму. Для того, чтобы быть похожими на европейцев. Это же неправильно. Нам надо возвращать, может, так и придется делать. И может военным легче пойти на перемирие, чем политикам, которые сидели в засаде и ждали, чем это закончится. Чтобы потом все спихнуть на военных. – Вадим Ильич, дело в том, что всегда любое действие должно быть легитимно, и легально, и политически, по каким-то процедурам. Без выборов в этой ситуации не обойтись. – Правильно, поэтому я говорю, поскольку доверие к армии выше всех, значит тогда и… – Должно быть, естественно, доверие народа. – Да, совершенно верно. – Народ Украины даст мандат, если даст мандат, тогда это будет все легитимно, легально и то подобное. А все остальное, это будет хунта. – Нет, это безусловно. – Поэтому самое главное, как бы я не говорил и защищая военнослужащих, я сам кадровый военнослужащий, кадровый, в том числе у меня отец кадровый военнослужащий, прошедший Великую Отечественную войну, награжденный орденами медалей. Так вот, всегда политик, то есть когда мы поступаем на воинскую службу, мы даем присягу. А первое воинское звание присылает министр обороны, министр обороны гражданский, то есть гражданские дают тебе лейтенанта, воинское звание. Естественно, и полковника должны присылать, ну и генерала в том числе. Это и говорит о том, что военные сами по себе, это люди государевые, то есть люди народа, защищают народ, они работают на какую-то, на кабинет министров или работают на какую-то промышленную группировку. Это очень важно. Почему? До недавнего времени... Если у нас вернется вся эта олигархическая система довоенная, так за что война была? Так, Вадим Ильич, так я к чему говорю? До недавнего времени сотрудники милиции давали вообще присягу кабинету министров Украины. Не народу, а кабинету министров Украины. До недавнего. Слава Богу, это все подменяли. Поэтому военный всегда будет государственником, раз. Он всегда будет стоять на страже государства, незалежности. Это всегда будет стоять. Но военный, над военными должен осуществляться демократичный цивильный контроль. Без этого. Это вот сейчас, вот, например, один из бывших министров, которых сняли, написал якобы на автозаправке, ему там кто-то там рассказал, мы всех будем, якобы военные там что-то ему заявили, что связанные с, ну, там с чем-то, да? Так вот. Нет, как он написал, что всех депутатов геев, да, которые засели в Верховной Раде, для них все депутаты по определению уже все. Так вот. В чем проблема? Потому что военный человек, он мускулинный, мужественный. В этом смысле, я так понимаю, они депутатов обозвали этим словом. Да, это не конкретно. Да, это не по гендерным этим всем ЛГБТ пристрастиям. Это то, что они в тылу сидят, поучают тех, кто на фронте рискует жизнью. И еще перекладывают, хотят переложить ответственность на военных. Извините. Вот, если давление, я понимаю, какой вопрос задает. Должно быть определенное давление, мнение вооруженных сил, и те, кто носит погоны, имеют воинское звание, полиция не имеет воинское, у них специальное звание, а воинское звание, должно быть соответствующее давление на высшее политическое руководство о том, чтобы принимали соответствующие политические шаги. Вот я понимаю, вот это же имеете в виду. Поэтому армия сама по себе будет выполнять приказы высшего политического руководства, но будет выполнять законы в соответствии с Конституцией, статут избранных сил. Но, естественно, мы показали, нынешняя ситуация показала, что с армией просто так уже не обойдется. Уже мнение его спрашивать не будем. Нет уже, мнение придется спрашивать. И мнение вооруженных сил в лице главкома и начальника генштаба, это два самых основных должностных лица в вооруженных силах. Не только в вооруженных силах, а в секторе обороны. Это даже в секторе обороны. И все, что связано, все планы разрабатываются в генштабе. Все планы, которые даже национальная гвардия некоторые документы разрабатывают, то есть согласуют именно с генштабом. Олег Иванович, еще один вопрос, перед тем, как на фронт мы перенесемся, по поводу российского десантного корабля «Новочеркас», который был потоплен или подбит и серьезно поврежден позавчера. Я, что сказал известный военный эксперт газеты «Бильд» Юлиан Репке, что украинские ракеты, которые бьют по Крыму, наводят самолеты разведчики НАТО. Географическое положение Крыма позволяет самолетам разведчикам НАТО на Черном море форсировать каждое передвижение и ради сообщения вооруженных сил РФ на полуострове и передавать эту информацию. Во-первых, вот это потопление этого десантного корабля. Сейчас этот телемарафон только про это и говорит. Во-первых, что-то меняет по-крупному или нет? В военной кампании 23-24 года, это раз. Во-вторых, если это самолеты-разведчики с РАН НАТО, какой может быть ответ России? Так, потому что угрожи много, если самолеты наводят. И это для России очень чувствительная потеря, потому что так можно вообще-то уничтожить, потихоньку, постепенно, все основные десантные, не только десантные корабли Черноморского флота. И с учетом того, что подписывается или готовится новое соглашение между Украиной и Британией по сотрудничеству, военному сотрудничеству в Черном море, господство на Черном море в России, перспективы его? Первое. Это специальная операция. Значит, до тех пор, опять, есть аксиомы, до тех пор, пока нога солдата сухопутных войск не ступит на территорию, территория не будет освобождена. Даже если там будет сначала нога офицера и солдата спецназа, сил спецоперации, десантно-штурмовых войск, ВВС, повитерных сил, ну и тому подобное. Нет, только пехотинец. Акапалс – это территория. Это спецоперация. На что она направлена? Она направлена на расширение контроля над Черным морем в западной ее части. Связана с морским транзитом, который есть. Но, естественно, для потопления корабля и сбития трех самолетов Су-34 – это чувствительный удар. Это, опять же, это спецоперация. Поэтому, что сейчас делает Российская Федерация? Она вот в ближайшие двое-трое суток постоянно идет атаки на Херсонскую область, Николаевскую область, Одесса. Это ответка, да? Да, ищут, где находится ПВО, то есть ищут, где вот все, что связано с реализацией вот этих мероприятий. Но вы спрашиваете, продвигает она в войну, Российско-Украинский военный результат? Нет, не продвигает. Это, я говорю, спецоперация. Хорошо, не продвигает операцию. Но, в принципе, это может говорить о выравнивании военных возможностей на Черном море? Это только Черное море. Именно морской театр военной. Морской театр. Морской театр военной. Естественно, это можно сказать, что данный корабль, естественно, там детонация была, по всей видимости, что-то там было, что-то взорвалось. Это один из путей логистики, которые подвозили Феодосия, и дальше оно шло, естественно, на Южную войну, и дальше связано с Южным фронтом. Да, это перебили, то есть, дали, прекратили, приостановили определенные потоки логистики именно на это время. Все равно, они все равно это привезут. Это, опять же, это не стратегическое, это тактическое, тактическое значение. Ну, вот я, смотрите, я читаю это. Я, да, понятно, что это говорит о том, что наши возможности еще есть, и они достаточно серьезные. Это связано, опять же, вы же правильно говорите, что это связано с разведкой и использованием современных методов, современных вооружений, о которых, по всей видимости, говорил генерал Залужный, писал в газете «Экономист», нам нужен новый порох. Порох имеется в виду новые технологии. Вот это имеется в виду новые технологии, само по себе использование крылатых ракетов «Томшедл», «Скальп» без разведки, без именно связанных или дронов стратегических, или аваксами, они научились уже. Противник научился ловить их, сбивать и тому подобное. Тут самое главное другое – обойти системы противовоздушной, противоракетной обороны. Потому что там система ПВО очень серьезная. А ее можно определить с помощью или космических средств, или с помощью воздушных средств, именно западных стран НАТО. Ну что, если больше других ответов нет, кроме как шахедами Одессу и Херсон? Нет, есть ведь следующий вопрос. Я же понимаю, что вы спрашиваете. Хорошо, я по-другому отвечу. В настоящее время НАТО сказала, Россия должна согласиться только тогда, когда Россия капитулирует. Правильно же? Требования. Только капитуляции. Второе. Украина сказала только ГААКский трибунал, капитуляция, контрибуции и тому подобное. Кремль что сказала, пока Украина не капитулирует? Тупик. То есть дипломатический тупик. Война, спрашивают, будет война в 2024 году? Будет. Это ответ, что будет в 2024 году? Будет. Конфликт высокой интенсивности, да, в первом квартале он будет все больше и больше разрастаться. В связи с решением, что Путин, задача минимум, кстати, утвердили лишь по всей видимости планы, на зиму 2024 года будут выравнивать фронт. Я как-то на одном эфире сказал, выравнять фронт. Мне военные звонят, говорят, выравнивать. Я говорю, выравнивает фронт. Вот они, вот по все, что сейчас происходит на фронте, это они пытаются... Сейчас мы перейдем. Да, да, выравнивают фронт. А теперь вопрос другой. Если дальше, как выйти с этой ситуации? Выход такой. Может ли победить... Может ли Украина заставить Россию капитулировать? Не может. Опять же, это, я говорю, не политически, а как военно. Почему? Ну, это есть ядерное оружие и есть география. География никуда. Да, можно за Урал. Они там соберутся и обратно придут. Эта история показывает, что так будет. Что Пригожин говорил, когда его еще не сбили. Он говорил, мы уйдем за Урал, мы потом вернемся. Это всегда было в истории. Это надо знать историю, как развивалась царская Россия, империя и тому подобное, как Советский Союз. Уйдут и назад вернутся. Может ли Россия победить Украину, заставить капитулировать? Может. География и ядерное оружие. Вчера вы этот вопрос, Евгений Владимирович Шевченко, вы говорили. Так вот, что сейчас очень опасно? Очень опасно. После того, после нанесения таких ударов, чувствительных ударов, Шойгу сразу же пошел докладывать, сразу доложил. Причем сообщили об этом. Мне вот это интересно. Они не умолчали. Не умолчали. Если бы было это проходное, ну как мы по подводным лодкам попали, по Кричи, по штабу Черноморского флота, прошло как-то. А это сообщили. Для меня, как для офицера ракетных войск стратегического назначения, стратега. Я стратег. Ну стратег, если не лейтенанта, мы все только стратеги. Ракетно-ядерный удар, я же мыслю, я чуть-чуть по-другому думаю. Так вот, что для меня это означает? Это означает о том, что если они в ближайшее время, вот что сейчас надо, есть разведпризнаки. Если они перетянут сейчас свое тактическое оружие в автономную республику Крым, помните, до ненавнего времени все говорили, вот есть ли ядерное оружие тактическое или нет, в основном это поднимали вопрос крымские татары. Вот они вот на своем канале, я когда до войны ходил, они все это поднимали, есть или нет, там есть пару ракетно-технических баз, там этот, ну, на кораблях, потому что, естественно, с Босфора до Арданала пройти невозможно, все закрыто. По доктрине Монтрео, да, а тащить этот, как его, на корабле, это через сухопутку, тоже это накладно, потому что перевозить что-то связано с ядерным зарядом, если кто-то думает, взяли, притонули, нет, это совершенно другое. Белоруссию, чтобы это все поставить, вот эти там 32 или 36 боеголовок тактических, там 12-е главное управление проводило инструктаж, учения. И сейчас и что Лукашенко заявляет? Мы готовимся, мы учимся, но эти, как его, но эти ключи, они находятся в 12-м главном управлении. Так вот, если, вот сейчас я говорю про разведпризнание. 12-е главное управление Генштаба, да? Министерство обороны. Министерство обороны. Это все, что связано с хранением, эксплуатацией регламентов ядерных боеприпасов. Так вот, говорю разведпризнак, если они перетащат туда ядерные, тактические ядерные боезаряды, поставят их или на оперативно-тактические ракеты, или как головки на МИГ-31К, или на флот, то это будет означать те угрозы, о которых вы спрашивали. Это реально будет угроза. Сложный вопрос военно-политического характера. Мы их этими уколами, чувствительными, укрепляем или ослабляем? Укрепляем. Вот я вчера давал израильтянам, израильскому ТВ интервью, вот они спрашивают это. Ну и как бы с таким они, вот, 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 вы можете, говорю, в конечном счете, говорю, ну аргумент надо же как-то найти было, доходчиво для них. Недавно хуситы ракетным ударом, ну хуситы еминские, потопили израильский корабль, израильское судно. Говорю, это сделало Израиль слабее? Нет. Это сделало хуситов сильнее? Нет. Наоборот, говорю, теперь Израиль больше будет. Имеет право. Совершенно верно. Что реально? Я вот это, потому что, как бы, у нас столько, вот это, ну, с какой-то щенячей радости и детского восторга. Это глупость просто. Ну вот, я же говорю, как генерал Залужный и генерал Шаптала, они по этим вопросам никогда ничего не комментируют. И никогда не называют противника вот этими всякими. Орхи там, ну понятно. Да, вот, просто не уважают, они знают, противник циничный, сильный, он, что это такое, и с ним, его надо знать, чтобы его победить. Слава Богу, может быть, это, то есть, если противостоим, значит. Хорошо, если мы тогда их не ослабляем и укрепляем, что делать тогда? На Черном море делать? Я к чему говорю, вы, наверное, не поняли основную мою мысль. Один из основных проблем, почему, наверное, если получилась военная операция 23-го года, помните, я раньше называл, летняя военная кампания 23-го года. Эта кампания, это война, это за это отвечает государство, кабинет министров, ставка Верховного Главнокомандования, а Генштаб разрабатывал план операции в копках кампании о том, что надо сделать, то есть выполнить за 4 месяца, это разные вещи. Так вот, суть какая? То есть, я понимаю, если бы вот это потопление Новочеркасского, было бы в рамках большого наступления? Если бы это было в рамках, в начале июня, когда полетели наши беспилотники на Москву, полетели на Крымский мост, полетели на эти корабли, на штаб Черноморского флота, прокси пошли в Брянскую, Белгородскую область, пошли войска, вот это называется комплексное задействие всех сил и средств, и оно привело бы к дезорганизации системы управления. А я же сказал, это спецоперация, помните? Да, да, да. Спецоперация, то есть эту операцию проводил вид вооруженных сил, то есть повитерной силы. Естественно, без санкции главкома, без санкции, то есть начальника Генштаба, это все не проводится, но оно должно быть для решения задач... Хорошо, это имело не стратегическое значение, это имело тактическое значение. Тактическое значение, но это может привести к стратегическим решениям противника о применении неконвенциального оружия. Вот и к чему может привести. Я с нашими военными по этому поводу разговариваю, то есть академики, которые закончили, знаете, я спрашиваю, в ВУЗ, а в конце ВУЗа воинская учетная специальность, 73, 2, 1. Три это военные училища, два академии оперативно-тактические, один это... Видите, вы уже второй человек за два дня, вчера Шевченко, и вы говорите, что есть такая возможность, в случае чего шарахнуть могут тактическим ядерным оружием. Я еще раз говорю, они, вот я не спрашиваю, они говорят, да, мы военные, ну они по-военному, я говорю, а вы рассматриваете, ядерное оружие, это политическая составляющая, это больше политика. А Китай не даст, Индия не даст. А вы же задали по государству Израиля. Если есть, то ведь как, удар, конечно, по кораблю, который находится, государство, агрессор, который противник, это законная цель. Цель законная. Цель законная. Цель законная. Чтобы не было никаких недоразумений и недоумений. Но само по себе мы не знаем, как на это отреагирует противник. Если берем, чем страшна война между двумя ядерными государствами, чем она страшна? Тем, ну берем возможный, возможный в кавычках конфликт за Тайвань между Соединенных Штатов Америки, то есть Соединенных Штатов Америки, национально освободительной армии Китая. Там любое применение конвенциального оружия может побудить противника, что он поймет, что это применение ядерного оружия. И он начнет применять ядерное оружие. Это вот очень опасно. У нас Российско-Украинская война между ядерным государством и неядерным. Я уже объяснил, что реально может произойти. Я уже объяснил. Но как только стратегические беспилотники, которые летают в Черном море, аваксы, которые летают, потому что непонятно, как противник отреагирует, а он может и отреагировать так, как я рассказал. Еще раз. Некоторые гражданские считают, что вот ты сильно накручиваешь. Военные всегда накручивают. Военные лучше перья, чем нет. Перебдеть. Нас так учили. Мы лучше построим заградительные сооружения, оборонительные. Если даже не нападут, то ничего страшного. А если нападут, то их не будет. Вот на нас напали, а у нас никаких укрепрайонов не было. Так лучше их построить. Пусть они будут. Поэтому я всегда сторонник того, что перья, а политики должны понимать, раз они услышали сигнал, поэтому они должны принимать меры, связанные для того, чтобы этого не допустить. Это уже задача политиков, дипломатов. А конкретно дипломаты и разведки стратегической. Но дипломаты и стратегические разведчики, это в принципе одно. Просто тут очень важно сейчас зафиксировать то, что вы сказали, напомнили. И я на это обратил вчера внимание, что это не стали замалчивать. Ну, потопление Новочеркасска, так и удара. Не стали замалчивать. Шойгу доложил Путину. Песков отреагировал, сказал, что Путин об этом знает. Значит, они к чему-то все-таки будут готовиться. Это тоже надо нам понимать. Многим из тех, кто вот это сейчас накручивает слишком, скажем так, внимание к этому, что это якобы изменит вообще весь ход войны. Давайте к войне на суше, так, что Марьенко, Авдеевка, Курахова, куда пойдут все-таки они после Марьинки? Вообще до конца там они взяли или нет? И что они так эту Марьинку, что даже Шойгу докладывал Путину, там героев, кучу этих героев России присвоили звание? Ну, два года. Два года воевали за Марьинку. Вообще-то с 14-го года, с 15-го года. Это был действительно серьезный укрепрайон. И он, этот укрепрайон, близко к Донецку. С учетом того, что близко к Донецку, а задача выйти, опять же, задача ихняя, а то выйти на административные границы, в принципе, эта задача они выполнили. Два года. Теперь вы, естественно, спорю. Что они дальше будут делать? Прошу. Да, да. Само по себе Марьинка, она разделена, у нее две части. Есть там пруд такой, с правой стороны и с левой. Вот с правой стороны, если брать, там ведь улица Ивана Франка идет, Ивана Франка, да, улица. Они действительно дошли до административной границы. А с левой стороны, там улица Колосова или как-то она идет через Дамбу и до пересечения. Там до вчерашнего времени еще стояли наши отдельные, потому что это было, там мы находились. Может быть, сейчас уже наши вышли, стало это серой зоной, может или нет. Но само по себе административные границы тут проблематичны. Во-первых, тут надо еще смотреть, что реально, серая зона входит, входит, выходит войска, это серая зона. Там Куранов, один из километров, да. Но, а теперь пойдут ли они дальше на Григорьевка, вот куда Григорьевка и Курдюмовка, не Курдюмовка, дальше там, как вы написали, этот населенный пункт, который там укрепрайон. По правой, именно по северной части, от Ставка, там у нас очень серьезный укрепрайон. И они, если туда пройдут, они обратно упрутся и будут два года еще воевать. По всей видимости, а тактика, я же вижу у них тактику, раз ударили, провели разведку боем, не получилось, эти шли другую. То есть они, по всей видимости, они пойдут на Победы. Победы, это чуть-чуть южнее, пойдут на Победы, потому что там у нас есть войска, но серьезных укрепрайон не будет. Для чего? Для того, чтобы отхватывать больше, больше куски, захватывают административно, отхватывают, понимаете, отжимают, отхватывают. Поэтому замыкаться на один удар они не будут, они остановятся. Само по себе по Авдеевке, Авдеевка им нужна в плане того, что они выравнивают границу, пытаются выравнивать границу административную, а конкретно линию боевого соприкосновения. И второе, пытаются взять в полукотел или котел наш Авдеевский гарнизон. Естественно, генерал Залужный об этом сказал, что надо беречь ВСУ к 25-му году. Если мы сейчас потеряем ВСУ, если не будет ВСУ, не будет и государственные. Кстати говоря, это правильно. А вот в 14-го года и котлов, 15-го и 14-го года, все-таки для нас не прошел даром. Мы, кстати, ни одного котла не допустили. Да, это сделается все правильно. И ситуация какая, что я так понимаю, что Генштаб понимает, что надо оттуда войска выводить, но потихоньку это делается. Вот клешни они не дают им сводить, а они расширяют их. То есть они раньше вот так пришли, а сейчас у них не получается противник, они их расширяют. И в чем смысл? А смысл, чтобы наши больше резервов бросали. А, понятно. Чем больше резервов, значит, с учет того, что резервов у нас мало, а раз есть опасность, будем снимать с других линий боевых сопротивления. Я смотрю, как генералы планируют, что наши и что ихние. Все-таки по-умному. И они, и мы по-умному. А раз будут перебрасывать, значит, как только разведка засекала, искусство войны просто... Перебросят. Значит, там ударят. А с учетом того мобилизационного ресурса, о котором сейчас вот все говорят, представьте, пришел такой мобилизационный ресурс. Значит, что делает противник? Противник-то... Нет, если считать, что они там сидят такие, как у нас на нашем едином марафоне, то мы... Это отдельная тема. Я думаю, после войны мы еще с этим будем разбираться, на что они тратили деньги. Так вот, реально, что делает противник? Естественно, он будет искать слабое место. А как ищется слабое место? Тех, кого забрали. Кто не хочет? Значит, выходят на них, там предлагают какое-то сдаться или что-то, уйти, и чтобы давал координаты. И сразу что-то нанесется удары по координатам артиллерии. Я рассказываю как контрразведчик, как висковый контрразведник. Я понимаю, что... Так, я бы, если служил, я бы искал таких, которые возможны, как на путь измены. Я бы искал. Естественно, разведка, она должна так действовать. Поэтому репрессивные методы мобилизации, они... Они ни к чему не приведут. Контрадуктивными могут быть. Это приведет еще к худшему. Это худшему, потому что это нисколько морально к материальному относится один к трем. То есть один высокомотивированный, стоит трех невысокомотивированный. А представьте... Наполеоновский, так говоря, показатель. Там, по-моему, один-трем. Наполеон так говорил. Это Наполеон. Это что? Это его скалы. Так вот, если придут все такие, которые идут в случае чего, мы лучше разбежимся, чем будем... За что мы воевать? Цель войны-то... Нет, вы же вчера говорили. Цель войны. Цель войны. Объяснить-то никто не может. Не может. Пусть объяснят цель войны. Потому что на определенном моменте, мы же уже говорили, что произошло, что цель войны потеряна. А раз-раз потеряли, а добровольцы перестали идти. Идеология войны. А сейчас еще, а сейчас еще с учетом этого мобилиционного закона, вообще паника. А сейчас еще начнут снимать деньги с карточек и тому подобное. Я же вижу по телеграм-каналам, уже инструктируют, как надо делать, как от ДИИ отписаться, как телефон поменять, как новые карточки. Нет, ну наружу не обманешь. Но наружу всегда сильнее, чем... Конечно. В Украине тут... Все мы прекрасно... Более у нас генанархизма, а еще с Махно, Махнощиной. Государство мать, государство это мать или отчим, да? Оказывается, должно быть государство мать, а оно, оказывается, ведет себя так, таким способом. Поэтому это, кто придумал вот этот политический маневр, оно, в принципе, если надо было, дали бы профессионалам, профессионалы правильно бы отработали, и все бы было нормально. Ну, пошло сначала с военкома, чтобы все военкомы коррупционеры были. Какие военкомы коррупционеры? Ну, какие вооруженных... Ну, один-два могут быть, да. Еще раз, у нас путают. Если в Минобороны, это не ВСУ, это Минобороны, Минобороны никакого отношения к ВСУ не имеют. Это центральный орган исполнительного... Если там кого-то берут с коррупцией, значит, это ВСУ. Какое ВСУ? Что им дали? Что Минобороны им дали? У них это есть. Ну, хорошо, там пару заправок, ну, канистру, там, бензин или дизель, ну, вот ты много, канистру там. ВСУ. Войнкомы. Это жесткая вертикальная интегрированная струква. Армия. Ну, Олег Григорьевич, но тоже, как бы, как показывали Одесского военкома, Ровенского военкома. Вадим Ильич, у Одесского военкома есть непосредственный командир и прямой командир. Что? Непосредственный командир не знает, что делает этот Одесский военком? Знает. Тогда что? Решается вопрос. Сначала с его непосредственным командиром, потом с прямым командиром снимается с должностей и все, и все нас... В армии проблему решить за 5 минут можно. И решается за 5 минут. А Головком об этом и говорил бы.